Обычно, до того, как трясти сиськами перед прессой, я хожу смотреть на то, как сиськами трясут профессионалы. Кто-то скажет, что шеф полиции не должен ходить по таким заведениям. Но на деле, это самое тихое и безопасное место в городе. Здесь к тебе не пристанут репортеры, здесь никогда не бывает драк, никто не выпьет сверх меры, даже повышать голос не принято. Это клуб пожилого джентльмена, у которого всегда все под контролем. Именно поэтому я никогда не приглашаю сюда своих друзей. Хотел сделать исключение в день своего 60-летия, но мои коллеги, большинство из которых годятся мне в сыновья, спросили, а почему бы просто не снять проституток? Зачем смотреть на сиськи, когда их можно взять? Но в нашем клубе нельзя брать, и даже смотреть слишком долго считается неприличным. Можно лишь время от времени бросать взгляд, словно бы случайно. В остальное время нужно делать вид, что ты погружен в разговор, или пришел сюда ради выпивки. Хотя я уверяю вас, что все эти старые пердуны пришли сюда ради сисек, просто об этом не принято говорить слух. Мои молодые коллеги назвали бы это лицемерием, а я называю это старыми, добрыми, хорошими манерами. Хорошими манерами, закрепленными негласным контрактом. Девушка обязуется расстегивать блузку, а мы обязуемся не обращать на это слишком много внимания. Это не значит, что девушка не хочет съехать из своей тесной комнаты, подружившись с каким-нибудь богатым посетителем с кардиостимулятором и вставной челюстью. Все чего-то хотят, но мы должны контролировать себя, чтобы не превратиться в разрадников и проституток. Если бы этого негласного контракта не существовало, я клянусь, я сейчас же громко отрыгнул бы, перевернул стол и вытянул руки... И что-то крикнул. Даже не знаю, откуда во мне это варварство. This is the police. Всем привет, мои дорогие друзья. Меня зовут Юрий Кот, и сегодня мы посмотрим игрушенцию под названием This is the Police. Что это за игра? Вышла она 2 августа 2016 года. У нее очень положительные отзывы, как правило, и очень необычная стилистика. Из описаний в Стима понятно, что мы сможем окунуться в мрачный рассказ о преступности и коррупции. Взять на себя роль сурового шефа полиции Джека Бойда и столкнуться лицом к лицу суродливой подноготной Фрибурга, города затянутого в водоворот упадка. Что же ждет Джека? Сытая пенсия, нищета или что-то пострашнее? В общем, ребят, это, по сути, симулятор полицейского. Мы будем поиграть в нее немножечко и смотреть, что же у нас получится. Нам придется принимать решение, и, естественно, будут диалоги, из которых мы можем выбирать фразы. И эти фразы и эти диалоги будут влиять в целом на игрушку. Если игрушка вам понравится, конечно же, будем ее проходить. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я ее немножечко запустил, как всегда, для того, чтобы проверить. Но пойдем дальше уже вместе с вами. По настроечкам у нас аудио 60. Не знаю, должно быть, по идее, нормально. Ролики 80%. Давайте поставим на максимально. Наверное, тогда я буду успевать читать текст, потому что титры есть русские. Игрушка на русском языке. Но озвучка у нас англоязычная. Англоязычная. По графике все хорошо, все отлично. Давайте проходить ее. Так. Новая игра. Да, конечно, начнем. Почему нет? День первый. Июль, 15 понедельник. Мэр Роджерс сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Mark War 2. Покажут во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Газеты, видимо, которые лежат на нашем столе. Давай заводись, старая долбанная развалюха. Ну, как всегда, у копа машинка так себе, знаете, на работу ездить. Он трудится с самого утра до самого вечера. У него все очень тяжело. И, собственно говоря, мы ощутим это на своей шкуре. В детстве мой отец всегда говорил мне перед сном, что если закрыть глаза и не открывать их достаточно долго, все демоны уйдут. Вчера мне исполнилось 60, но я до сих пор и пользуюсь этим советом. Не потому, что я слишком сентиментален или хочу сохранить память об отце. Просто я так и не придумал способа надежнее. Конечно, чтобы скрыться ото всех демонов Фрибурга, проще никогда не снимать повязку с лица. А уж, когда встречаешься с репортерами, лучше вообще на время слипнуть. Так, во всяком случае, сказали бы вам мои коллеги. Сам я никогда не боялся пресс-конференций. Они для меня исповеди. Неважно, как искусно врет твой язык. Когда тебе задают вопрос, у тебя в голове, мгновенно, возникает честный ответ. Это помогает не забывать, кто я такой. А то, что на следующий день обо всем этом приходится читать в газетах, лишь скромная плата. Даже за исповедь нужно платить. Ляпаем по лужам. Вот так вот мы ходим на работу каждое утро, видимо. Идем по коридорам? Сегодня я впервые боюсь ответов, которые всплывут у меня в голове. Не потому, что я расстроен тем, что скоро потеряю свою работу. Хотя я и в бешенстве. Не потому, что я подсознательно виню в этом всех вокруг. Хотя я и виню. Просто меня обязательно спросят, что же я со всем этим буду делать. А я не представляю. Но даже не это меня пугает. Самое страшное, я знаю, что не буду бездействовать. Теперь я могу лишь догадываться, на что решусь в следующую секунду. У меня много пороков. Но предсказуемости среди них нет. Видимо, друзья, будет пресс-конференция сейчас у нас. Так, приготовились, собрались. Я научился отгонять демонов, толпящихся вокруг. Но что делать, когда они пытаются заживо содрать с тебя кожу? Зажмуриться сильнее обычного, что же еще? Лучшего способа все равно нет. Надеюсь, журналисты решат, что меня слепили фотоспышки. Прикольная стилистика у игры, друзья. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? И у нас есть, естественно, варианты ответов. Сюрприз. Мэр обсуждал это со мной. Я ждал подобного дерьма от мэра. И какая разница? Не знаю, ребят. Наверное, сейчас на первых порах я буду выбирать ответы. Какие-нибудь, знаете, такие средние, стандартные, которые не будут сильно влиять на что-то. Не знаю, насколько у меня получится, но будем пробовать. Наверное, сюрприз. Потому что я не знаю, что у нас в сюжете сейчас. И как правильно отвечать все-таки. Может быть, где-нибудь в середине игры я уже начну вникать. Я думал, что проработаю в полиции еще 5-10 лет. Я просто хочу служить городу. Конечно, я очень удивился. Вы знаете имя своего преемника? Нет. Наверное, я не знаю имя своего преемника. Конечно, нет. И сомневаюсь, что мэр знает. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кедрик собирается покинуть полицию. И если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Может быть, наверное. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Хотя Кедрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Ну, наверное, если мы скажем, я не знаю, это будет выглядеть как минимум странно. Мы же коп, а значит, мы типа в курсе. Ну да, вполне честно. Да, если это полезно. Если в краткосрочной перспективе сделка с мафией поможет предотвратить преступление, то, конечно, мы пойдем на это. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Возможно. Никогда не знаешь, что движет решение этих политиков. Спасибо. Как сегодня ваша спина, мистер Бойт? Как обычно. А как прошла пресс-конференция? Прочитаешь завтра в газетах. Ко мне никого не пускать. Даже мистера Кедрика? Особенно мистера Кедрика. Окей. Как-то быстро текст бежит. Я не успеваю. Читай, друзья. Мы зашли в свой кабинет. Господи, как все грустно и убого. Наверное, это сложно. Работать на такой работе, друзья. Таблеточки. Ну, конечно. Как всегда, куда же без них. Так всегда в детективах. Я знаю, я смотрю фильмы иногда. Ну и сигаретка, конечно же. Пуф. Ах. Такс. В ту самую секунду, когда заскрипела дверь, я уже знал, кого увижу на пороге. Когда я прошу Эмму никого не пускать, только один человек может войти. Бесцеремонно, нагло, без предупреждения. Так мэр Роджер сделал вообще все. Белоснежные летние туфли, белоснежные носки, белоснежные шорты, рубашка, полы, белоснежная улыбка вечно голодного хищника. Отличная улыбка. Стюарт Роджерс входил в любую дверь как собственник, как безоговорочный хозяин всего вокруг. Даже половицы под ним скрипели жалоб необычного. Казалось, что еще одна-две коррупционные схемы, и за ним по пятам будет следовать демонический огонек. В кино влиятельные злодеи, контролирующий город, играют с судьями в гольф. Роджерс играл с ними в теннис. На этом отличия заканчивались. Джек, я надеялся застать тебя на пресс-конференции, а ты так быстро сбежал. В мэре нельзя было курить, вот и сбежал. Ну, сегодня утром я подписал указ о запрете на курение во всех общественных местах. Скоро тебе здесь нельзя будет курить. Скоро меня здесь вообще не будет. Об этом я и пришел поговорить. Горожане любят тебя, Джек, так как никогда не любили ни одного шефа полиции. Не предавай их, Джек. Не впутывайся ни в какие истории. Посиди тихо 180 дней, и тебя запомнят как героя. Это единственное, что тебе остается. Быть героем. И что, ты не дашь мне шанса сколотить пенсионный фонд? У тебя был миллион шансов обеспечить себе такую роскошную пенсию, что даже я бы позавидовал. Впрочем, я никогда не откладывал деньги на пенсию. Я не собираюсь на пенсию. Отлично. Ну, вообще, красавчик. 180 спокойных дней, Джек. Это все, что мне от тебя нужно. Если у меня не будет с тобой проблем, я обещаю, что у тебя не будет со мной проблем. Отлично, блин. Перспектива вообще просто супер. У меня новый ассистент, Трой Стар. Если захочешь что-нибудь сообщить мне, позвони ему. Только не звони по пустякам. Я и так загрузил его работы. Я постараюсь. И не пропитывай дымом весь кабинет. Скоро он понадобится одному моему другу. Наверное, мы знаем даже кому, друзья. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Что же это такое творится? Извини, детская. Этот номер есть только у мэра. Господин мэр? Алло, это Трой Стар? Да. Иди нафиг, Трой Стар. Господи. Это просто жесть. Какого хрена? День 2. Июль. 16-е. Вторник. Глава департамента культуры владеет филой в Италии. Блин, доставила серьезно. Зарплата городских служащих не вырастет в этом году. Чистота городских улиц выросла на 20%. Отличные просто новости, но нам, друзья, нужно ехать на работу. Давай заводись, консервная гребанная банка. Вези, вези меня на работу. Будем делать великие дела. В нашем полицейском участке копы не любят перекусывать в кафетерии. Есть плечом к лечу с напарником считается чем-то постыдным. Все штурмуют автоматы с закусками, хватают еду и быстро забиваются по своим углам, как обгладавшие труп стервятники. Главное, не смотреть друг другу в глаза. Это могут честь за приглашение пообидать вместе. Поэтому в кафетерии обитатели обитали только призраки. Да, мне густо. Честно говоря. Фрэнсис Кедрик, мой заместитель, недавно стал одним из таких призраков. После того, как на него написали несколько доносов, разразился крупнейший в истории Фрибурга коррупционный скандал. И хотя сами факты взятых не удалось доказать, все понимали, что дни Кедрика сочтены. Бумага, о которой я тебя просил, я хочу, чтобы она была готова к вечеру. Фрэнсис ничего не ответил, но я могу его понять. Призраком не положено разговаривать. К тому же я был уверен, что у него уже все готово. И уталяющиеся шаги. Так, ребят, обучение. Хотите получать подсказки о том, как работает игра? Ладно, валяйте. Я 60-летний шеф полиции в нескольких месяцах от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Но так как, наверное, надо. Да, игрушка необычная, надо. Смены. Полиция Фрибурга делится над сменой, которая работает день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы и детективы, занимающиеся расследованиями. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Блин, ну им же отдыхать, наверное, нужно. Характеристики. И у офицеров, и у детективов есть несколько важных характеристик. Профессионализм. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейских, не дотягивающих до такой отметки, не назовешь способными. Зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Окей. Энергия. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает, а измотанный до предела полицейский рискует засунуть за рулем или совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет одно очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает одно очко после каждого выходного. Главное, чтобы он свое очко не потерял в ходе выполнения этого задания. Скрытые характеристики. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни купы слишком ленивые, склонные отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться. Или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Окей, ребят. Значит, что у нас есть? Смена Би. Коти, Янси, Перди. Слушай, господи, что за имена? Цубаки, Осана, Остин, Прайс, Мол. Это кто у нас такой и что я могу делать? Наверное, просто нужно начать день. Просто начать день. Так, смена Би. Июль 16-я. Спецназ у нас есть, ребят. Правильно. Бычок нужно убрать. А курочек. Сообщение. Вызовы. Самая обыкновенная полицейская работа. Реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте вы можете определять, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорога туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Продолжить. Окей. Так, что у нас тут происходит? Торговый центр Every Day. Вызовы. Слоты. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов заблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рисковые миссии также можно отправлять команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум один офицер. Окей, вызовы. Описание. Но слоты это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая, на первый взгляд, миссия всегда может обернуться жестокой мясорубкой. Или вызов может и вовсе оказаться ложным. Так, побег с места аварии. Муж с женой выходили из магазина, увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Господи, какая несправедливость. Что же делать? Что же делать? Так, ну нам нужно выбирать кого-то прям вот вообще. Самых-самых классных. Смотрите, видимо вот эти звездочки, это, ну, короче, круто. Эй. Давайте возьмем, наверное, Коти и возьмем Янси. Они самые крутые. Типа, больше я никого не могу засунуть, к сожалению. Продолжить. Так, они выехали на вызов. Типа, едет машинка, насколько я понимаю. Кинотеатр, The Last Pictures, что-то там еще. Я могу посмотреть. Драк. Так, администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма гражданин Кейн в зал пытался попасть в нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Давайте тоже пошлем, наверное. Я не знаю, правильно ли я вообще поступаю, но, наверное, пусть будет. Так, они куда-то все умчались. Вообще, честно говоря, наверное, нужно немножко музычки дать на 80%, чтобы было все хорошо. Вот так вот. Смотрим, ребят. Куда-то все едут. Едут. Так, вот здесь у нас точечка сообщения. Ого, уже ночь настала, ребят. Так, ребят, че вы делаете? Побег с места аварии. Отчет. Результаты. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Продолжить. Преступник пойман? Офицеры невредимы. Отлично, друзья. Смотрите, у них повысился опыт и это хорошо. Так, ребятки, у нас сейчас снова будут доступны. Они приедут. У нас день. Драка. Отчет. Преступник пойман. Пропустить. Отлично, ребят. Пока у нас все с вами хорошо. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это работает. Давайте смотреть, что у нас здесь. Так, смотрите, здесь офицеры. Давайте отправлять вот этих парней. Драка. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой цепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном сообщил один из адвокатов. Давайте. Тихо, тихо, тихо. Не, ребят, подождите. Нужно ехать. Нужно ехать. Хотя, подождите. Прайс. А чего у тебя так все плохо, братан? Ты что, на пенсии? Давайте попробуем вот этих вот парней отправить. Им тоже нужно что-то повышать. Осана и Остин. Продолжить. Давайте, выезжайте, ребятки. Что здесь у нас происходит? Вооруженное ограбление. Пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет. Утащи весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка, Джанет Браун, живет в пригороде. А вот вы, ребятки, наверное, поедете куда-нибудь сюда. Других вариантов у нас нет. Так, смотрим, что у нас по сообщениям, по вызовам. Я нажать не могу, по сообщениям тоже. Это просто плашки, видимо, из них будут выезжать те самые сообщения, которые нам нужны. Перди и Цубаки. Гето. Смотрим. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Но если они не вооружены, значит, можно сюда отправить вот этих чуваков. Давайте Прайса тоже сюда засунем. Почему нет? Пусть повышает себе опыт. Братан, давай, ты можешь? Пока мы отрабатываем на печерочку. Прям на печерочку. Преступник скрылся, офицеры невредимы. Блин, ну как плохо. Туда нужно было отправлять каких-то навороченных мужиков. Ну окей. Прямые приказы. Если ситуация окажется копом неоднозначной, они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее. Но не тяните время. У вас полно других неотложных дел. Продолжить. У дома Браун действительно стоит та самая машина. Из окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Есть варианты. Постучаться в дверь. Откройте полицию. Включить сирену и прокричать в громкоговоритель, что дом окружен. Пробраться в дом через открытое окно. Я не буду рисковать. Наверное, нужно включить сирену и прокричать в громкоговоритель. В матьюкальник, как я его называю. Преступник пойман. Отлично, офицеры невредимы. Порядок. Давайте, готиянься, жгите. Вы самые крутые копы. Так, чего у нас тут еще происходит? Вау, вау, вау. У нас сейчас 7 вечера, да? А баблишка будет мне капать или нет? Так. Здесь мне ничего не нужно. Ребятки, давайте. Вы доехали, вы доехали. Давайте, решайте проблему. Вы же копы. Вы молодцы. Вы сможете, я знаю. Преступник пойман. Отлично, ребят. Прайс даже повысил немножечко себе профессионализма, наверное, да? Ну, короче, какие-то очки он получил. Я уже, честно говоря, не запомнил, какие. Все хорошо, друзья. У нас жалюзи закрылись и все отлично. Мы можем завершить день. Прайс, давай, докатывайся быстрее. Может быть, мы ночью можем поработать? Давайте попробуем завершить день. Без вопросов. Сверхурочные. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара-другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработают три дня подряд, а значит сильно устанут. Вот это херовенько, друзья. Завершить день. Давайте завершать день. Видимо, сейчас начнется что-нибудь такое. Раньше, когда я просил Кедрика задержаться в участке до глубокой ночи, он смешно ворчал. Сейчас ему не хватает сил даже на это. Опустившиеся плечи, пустой взгляд, сморщившаяся кожа. Я совсем не узнавал старого друга. Лучшие годы, напоминавшего бравого офицера из рассказов Киплинга. Кендрик увядал не только под грузом всеобщего давления, но и от нестерпимого стыда. Говорят, когда следователь и громил, и доставшуюся ему одета коллекцию старинных книг надежды вытрясти из страниц купюры, на лице Кедрика бесстрашного полицейского застыл беспомощный ужас. Я знаком с Фрэнсисом 30 лет, 20 из которых он осознанно нарушает законы. Я точно знаю, что с определенного момента каждый украденный доллар стал приносить ему больше страданий, чем радости. Вам, наверное, кажется безумием, что я сочувствую коррупционеру. Но что поделать? Таков уж мой круг общения. Друзья остаются друзьями. Так, отчет. Ляпнулся об стол. Вчера я обзвонил всех этих людей. Теперь они в курсе, что ты ведешь дела. Если с тобой свяжется кто-то из этого списка и попросит об услуге, можешь быть уверен, что все чисто. О какого рода услугах мы говорим? Не волнуйся. Ничего серьезного, как ты и просил. Так мелкие одолжения. Оплата разная. Зависит от дела и от человека. Сколько ты хочешь успеть заработать? Полмиллиона. Полмиллиона? Почему не миллион? Потому что все хотят заработать миллион. Решил попробовать что-нибудь новое. Полмиллиона за 180 дней можно заработать вполне легально, переловив всех преступников в городе и получить все возможные премии. Так что же ты всех не переловил? Ладно, ты никогда не лез в мои дела, я не собираюсь лезть в твои. Но ты должен помнить, что копы, которых ты заставишь во всем этом участвовать, рано или поздно донесут на тебя. Я даже знаю, кто это будет уже. И еще кое-что, Джек. Я помню наш разговор, но я бы хотел добавить в список еще одно имя. Кристофера Сэнда. Кристофер Сэнд. Сэнд. Сэнд? Кристофер Джи Сэнд. Каждый в городе знал его имя, но немногие могут объяснить вам, кто это такой. В неприметном пожилом мужчине, неизменно носившем старомодные джинсы и вязанный свитер, жертвовавшим на благотворительность и изредка посещающим светские банкеты, в этом страстном охотнике поэти-любителе сложно было опознать руководителя старейшей и могущественной преступной группировки. Кристофер строго следовал порядкам, заложенным еще его прадедом. Сэнды редко опускались до банальных убийств и ограблений, и устраивать акции устрашением практически не приходилось. Они делили сферы влияния между группировками поменьше, предоставляли защиту тем, кто в ней нуждался, договаривались с официальными органами. Сэнды были скорее контролирующей стороной, чем непосредственными участниками. Порой их почтительный подход усыплял бдительность. Два года назад один торговец оружием решил расширить бизнес на соседней территории, не получив на это разрешение, и вся его семья поплатилась за это. За четыре недели Сэнды убили 31 человека, включая стариков, женщин и подростков, и люди Кристофера позаботились о том, чтобы об этом написали в каждой газете. Фрэнк, я не хочу, чтобы ты даже произносил это имя. Джек, прошу, выслушай меня, у меня есть кое-какие обязательства. Мы договаривались, Фрэнк, это меня не касается. Никогда не касалось и не будет касаться. Прикольная игрушка. День 3. Июль 17. Фрэнсис Кедрик объявил дату своей отставки. Строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Геннаро Креспо приедет во Фрибург. Ребят, игрушка затягивает, она действительно прикольная. Я начинаю в них проникаться сюжетом, это круто. И снова наша старая развалюха, которая с первого раза не заводится, нихренашеньки. Просто едем. Отпрашивание. Если полицейский слишком устал, он попросит у вас отгул в любом случае. Но даже у полного сил сотрудника могут быть причины уйти домой. Некоторые причины надуманные, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, но и не настраивайте против себя. Помните, что когда у вас появятся секреты, они будут первыми, кто о них узнает. Когда я поднимался по ступенькам, то почувствовал легкое головокружение. Может мне отгул? Рой, сученыш, мне кажется, ты мне врешь. Ну давайте, наверное. Да, но тогда приходи. Да, просто да и все. Повышение. Помимо характеристик у полицейских есть звание. У сотрудника низшего ранка нет лычек на карточке. Сотрудники повышенные в звании носят одну, две или три лычки. Раз в неделю вы получаете одну лычку и можете повысить звание любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение. Лычка никуда не денется. Продолжить. Ага, хорошо. Закрыть. Есть лычки, друзья. И знаете что? Я не знаю еще эту смену, как они работают. Я знаю, это смена А, со сменой Б мы работали. Смена Б, наверное, так будет правильнее говорить. И, наверное, нужно сейчас посмотреть, кого же мы можем все-таки повысить. Потому что я бы повысил все-таки кого-нибудь из смены Б. Мы уже знаем, как эти ребята сработали. У нас, ну да, были некоторые непонятки там с преступниками. Но, в принципе, все нормально. Начать день. Музыкальный проигрыватель. Фрибург, наверное. Еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указке. Вы можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции и включить ее в любое время. Прямо как в жизни. В жизни вашего деда. Продолжить. Выбрать композицию. Я надеюсь, меня не накажет. Давайте попробуем. А что я могу вообще выбрать? Прикольненько. Мне кажется, ребята, это будут авторские права. Я не хочу. На карту. Идемте на карту. Будем просто без музыки. Так. Найм и увольнение. Давайте научимся нанимать и увольнять копов. Давайте. Вообще не вопрос. Так. Дела, композиции. Дела. Полицейский участок. Биржа труда. Найм. У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест, на которые вы сможете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников. Слоты раздельны для офицеров и детективов. Так. Мы можем нанять на смену... У нас тут, ребятка, такие типа хиленькие. Но как мы будем нанимать? Наверное, за это придется платить деньги. Нужно нанять какого-нибудь... Ну вот, например, Джеффри Кингстан. Профессионализм 310. Чувак-то, в принципе, неплох. Будем нанимать его на смену А. Я нанял его или что произошло? Нет. Если вы хотите освоить слот, вы должны уволить... А, я должен уволить сотрудника. Значит, я могу уволить какого-нибудь... Какого-нибудь чувака. Значит, вот... Рой, ну блин, парень-то как бы не нужен мне. Уволить. Давайте попробуем его уволить. Если вы уволите человека легально, никто не задаст вам лишних вопросов. Можно уволить и нелегально. Но это может повлечь за собой дополнительное разбирательство. Да, и другие сотрудники явно не будут рады такому произволу. Продолжить. Уволить законно. Слишком стар. Да, все верно. Все верно, ребят. Так, этого чувака мы с вами уже, типа, я так понимаю, наняли или нет? Или да, биржа труда. Или это дорого? Что вообще не так? Бизли, Стовал, Вандал. Я не знаю, ребят, что происходит, но ладно, пусть будет так. Уволил, короче. Давайте, а что здесь такое? Смотрим. Офицеры. Вандалинный собор Сент-Джона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старом кладбище во дворе. Надгробия расписаны сатанистскими знаками и есть сколы. Кажется, даже если следы работы лопаткой, лопатой, но настоятель старается об этом не думать. Давайте отправим, наверное, кого-нибудь попроще. Вот этого парня и вот этого парня. Те, которые покруче, мы их все-таки оставим. Продолжим. Давайте, ребятки, выбирайтесь. Что это за меточка такая у нас? Рой, Мозор, Биржа труда. Слоты детективов, слоты... А, слоты офицеров. Блин, надо было вообще нанимать все-таки детектива, но пока нам, наверное, они не нужны. Сообщение, дела композиции. Небоскреб, Атикус, Тауэр. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из-за какого-то, как два подростка царапают на его новой машине неприличный рисунок. В принципе, сюда можно отправить вот этих всех чуваков, прям троих, продолжить. Ребятки не вооружены, это, наверное, какое-нибудь мелкое хулиганство, поэтому все должно обойтись. Я очень, во всяком случае, на это надеюсь. Давайте, ребятки, вы очень быстро добираетесь, это очень хорошо. Так, сейчас должна появиться плашечка с прогрессом нашей работы. Полицейский участок, отсчет. Смотрим, ребят. Преступник пойман. Отлично, мы только что схапали еще одного чувачка. Смотрим, подозрительный индивидуум. Закусочная Эдди с бургерс. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной чикен Эдди. И диетическую колу опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. Блин, ребят, я не хочу терять офицера, вот в чем дело. Ну, блин, у нас просто нет вариантов, давайте отправлять вот этих вот замечательных молодых людей. Ну, может быть, не очень молодых, но отправлять. Преступник скрылся. Вот это хреново, блин. Долго ехали, ребят, долго ехали. Большое расстояние, нужно ловить кого-нибудь поближе. Прям вот поближе. Давайте, ребятки. Так, день третий, у нас тут 3 часа дня. Эти ребятки у нас на месте. Отсчет. Официантка обозналась, приняв отставного офицера Фрэнка, наверное, за преступника. Блин, что за дерьмо? Нафиг так облажаться вообще можно? Ночной клуб Кинс Левайс. Мистер Бойт. Мой вышибал снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. Кто у нас умеет отличать? Мне кажется, сам Мадзи вполне себе подойдет. Девчонку мы ставить не будем. Эти чуваки, наверное, слишком старые. А вот молодняк мы сюда запустим. Давай, братан, едь на подработочку. У нас сейчас 2 бакса, 2400 долларов. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока у нас все на месте. Мы, кстати, можем пользоваться ресурсом грамотно. Главное, все сейчас спланировать. Ребят, я надеюсь, игрушка вам нравится. Давайте смотреть. Продажа наркотиков. Ледовая арена Кристофера Джей Сэнда. Поступил анонимный звонок. По катку в ледовой арене ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам Крэг. Ну охренели просто, вообще, не знаю. Потеряли. Давайте вот так, наверное, сделаем. Гони! Гоните во всех, я не знаю, лошадей. Просто давайте, бегите туда и... Чего? 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 Чего здесь? Угроза самоубийства. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Господи, какие вы идиоты. Давайте отправлять вот этих пацанов. Девушка сможет уговорить, я думаю. Отчет. Извините, мистер Бойт, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем ФПД платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться. Все-таки быть копом не мое. Ты охренел, чувак! Я так на тебя надеялся! А ты взял меня и подвел! Сученыш! Благодарю за вашу помощь, мистер Бойт. Четыре тысячи пятьсот долларов. Ну, че уж там. Давайте возьмем деньги за этого молодого человека, который не смог добиться повышения по карьерной лестнице. Отлично, друзья. Вот такие вот дела. К вашему приезду клоун мастерит пуделей и шариков сосисок, а вокруг него катаются детвора. Накинуть на форму плащ и прикинуться клиентам. Уложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях. Внимательно наблюдать за клоуном с трибун. Блин, мы могли бы его уложить. Давайте прикинемся клиентам. Преступник пойман. Отлично! Просто замечательно, друзья. Я рад. Я рад. Так, ребятки, едут у нас назад. Отчет. Угроза самоубийства. Что здесь произошло? Преступник скрылся. Эх, никчемные вы, ребята. Нельзя было вот этого чувака посылать. У него он рожей не вышел просто. И вот девчонка могла бы, в принципе, одна справиться. Завершить день. Ну что, ребят, я предлагаю, в принципе, закончить на этом обозрение этой замечательной игрушки. Она мне очень понравилась. Я вошел в кураж. Надеюсь, она вам тоже понравится. Хотя, наверняка, вы видели ее уже на многих каналах. И игрушка не новая. Как я говорил, она вышла 2 августа 2016 года. Не то, чтобы она прям старая, но такая немножко уже, немножечко уже ее поснимали и пообозревали. Но в любом случае вы приходите на канал и, в общем-то, я надеюсь, что понравится и на моем канале смотреть тоже. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. С вами был Юрий Кот. А пока всем до новых встреч и до новых видео.